всех приветствую добротного времени суток глубокого и зачетного дудения с вами снова карнаж и по просьбе пары подписчиков я покажу какие инструменты вообще в моем арсенале точнее часть из них потому что половина из них в москве я сам в крыму но все что мне нужно она со мной вот эти четыре инструмента в общем то можно жить можно жить когда у тебя есть четыре инструмента ну давайте по порядку посмотрим какие же у меня дудки и пока я достаю жирафчика вам сразу такой как рекомендательный посыл не стоит поначалу набирать прямо много инструментов я бы порекомендовал остановиться на одном-двух и год-два играть на каждом инструменте осваивать именно этот инструмент уходить в него глубже у меня было именно так у меня появлялся какой-то новый инструмент и я играл в основном на нем и года два примерно пока ты весь его наизусть не выучишь и еще есть такой момент что каждый диджериду обладает своими характеристиками и эти характеристики разница между этими характеристиками может учить очень интересным вещам ну новым каким-то техническим приемом некоторым призвуком и то что мы познаем благодаря одному инструменту можно потом перенести на следующий на этот на тот с того знания с этого инструмента да он что-то может нам новое рассказать дать нам овладеть какой-то новой техникой и ее же мы потом можем перенести на другой опять инструмент таким образом постепенно мы расширяем свои возможности но не так сразу что мы обложились большой горой инструментов и по чуть-чуть дудим в каждый так здесь смысла особо не будет меня иногда спрашивают есть ли имена у моих инструментов и да они есть постепенно эти имена находятся складываются как-то а у этого даже два имени первое это сустав потому что у него здесь вот такая вот шишка по напоминающий какой-то сустав копыта вообще и 2 2 имя недавно появилось теперь его еще иногда можно назвать жирафчик это забавная история вот расскажу вам ее мы с моим приятелем певцом даниилом королёвым играли в одном ресорте в крыму море называется алушта вот в алуште играли мы два вечера подряд и у меня был набор всех моих инструментов и был инструмент который называется равваст вы наверняка знаете это аналог ханга ну что-то вроде ханга лепесткового не будем вдаваться в эти подробности там с этимологией достаточно сложная история и в общем мы называли этот равваст мы его зовем равчик и постоянно дай равчик сюда а ты настроил равчик а где равчик вот и мы значит выступаем первый день вечер да там часа два потом на следующий день опять мы выступаем и подходит значит мужчина и говорит а как вот этот вот говорит у вас инструмент называется жирафчик мы так поулыбались видимо он слышал как мы настраиваемся и слышал равчик равчик и подумал что жирафчик и что вот этот инструмент а он действительно похож да то есть длинная шея он пятнистый и прям ну чем не жирафчик ну вот а теперь я вам расскажу про жирафчика он у меня где-то пять лет примерно и вместе с этим инструментом я их одновременно покупал вот вообще я ехал за ним то есть мне нужен был инструмент в ноте ре потом он должен быть был быть не очень гулким чтобы я мог играть с другими музыкантами чтобы не забивать весь звук собой вот и это инструмент с бали его он сделан по методу сэндвич то что называется то есть распилен пополам все изнутри убирается и опять склеивается это вот американцы называют сэндвич метод звучит он как я уже сказал в ноте ре и он присутствует в записи на моем альбоме вы можете узнать этот звук некоторые инструменты предрасположены больше для одной техники или стиль игры друг менее для других но вот это достаточно универсальный инструмент на нем можно и быстрый воблинг делать трансовые ритмы паттерны и можно с битбоксом играть и можно медитативно но это понятно это можно на всех инструментах этот ряду достаточно сбалансирован у него нету какого-то перекача по низким частотам он очень балансированно звучит и очень легко играется вообще я прям был очень рад найти такой инструмент потому что до этого у меня был похожий и похоже игрался но в нем не хватало баса вот когда подзвучиваешь конечно на микрохонах на на микрофонах это все можно поправить но хотелось чтобы акустически тоже меня полностью устраивало следующий инструмент это дикий гусь почему у него такое имя потому что вот он звучит у него вот такой вот звук ну прям похож на гуся особенно вот в живую акустически но конечно какой-то динозаврский доисторический у него есть свои особенности он очень хорошо подходит под австралийскими на аборигенскую аутентичную игру то есть не все инструменты способны озвучивать эту технику игры там есть некоторые пульсы они достаточно сильные и вот на некоторых инструментах просто слетает дрон перестает звучать инструмент а вот этот он просто вот не имеет границ вот насколько ты сильно можешь туда дунуть настолько он и будет звучать про него интересно что точно я не знаю откуда он какое дерево меня постоянно спрашивают я тоже не знаю я просто его вот когда мне попал в руки я понял что ух это прям вообще это прям подходит и тоже и для битбокса и для быстрых и сделан он не сэндвич методом он цельный но при этом это не аборигенский невыденный термитами инструмент он высверлен с двух сторон вот когда я в москве меня достаточно часто тормозят на входе в метро и говорят а давайте просканируем и пару раз когда сканировали я заметил что виден внутренне вот именно канал и видно что он идет ровно вот с этой стороны и с другой стороны как бы два больших сверла и вот они где сходятся они сходятся неровно и там такой бугорок перепад из-за которого в этот инструмент надо дуть как бы чуть-чуть подавать в напор туда ниже ближе к раструбу и из-за этого он более требовательный особенно на быстрых техниках он требует еще определенного напора вот я взял его на прокачку и обнаружил что он невероятно круто подходит к аборигенским техникам вот так он звучит на них кто еще не знает именно так должна звучать нормальная аборигенщина традиционный стиль игры он может быть еще медленным вот так звучать все что остальное сейчас некоторые рассказывают там реки роу еще какие-то ритмы это все лапша на ушах снимаем лапшу и учимся играть нормально по-настоящему также у дикого гуся такой характер немного жесткий то есть у него какой-то агрессивный звук и все что на нем не играй и у как то очень сложно сделать нейтральным или добрым вот какой-то он такой не знаю он прям вот напористый вот сейчас поиграю не по-аборигенски послушайте а и и и и и ну кажется мне удалось сделать его более нейтральным вы на этот раз следующий экземпляр пока рабочее название plasma gun потому что ну просто пушка и просто какой-то вот я не могу описать это свойство у него настолько вот высокочастотный и какой-то вот весь вибрирующий заряженный такой звук что ну не знаю как вот какая-то молния плазма ну что то такое на может быть не самые удачные названия но ощущение вот прям такое наэлектризованное это заслуживает конечно этот инструмент особого почета в моей коллекции внимания повезло мне с ним достался он мне в декабре и в общем то достался достаточно дешево вот просто можно сказать вселенная задарила это инструмент едаки это уже не диджериду это едаки едаки это аутентичный диджериду тот который сделан в племени аборигенами именно вот теми аборигенами в племени которых есть вообще едаки в которых используется именно тем мастером который делает инструменты для всего племени раскрашен именно тем кто всегда у него раскрашивает именно так традиционно раскрашен только это называется едаки все остальное то есть выетой термитами эвкалипты, раскрашенной кем-то еще или не раскрашенной, это уже не называется едаки, это уже называется диджериду. Кстати, наверное, вы знаете, диджериду это звукоподражательное слово. И просто вот белый человек услышал, как абориген играет и сказал «О, I hear this rhythm, it's like диджериду, диджериду», и оттуда пошло. Я слышу этот ритм, это как вот диджериду, диджериду. Да, так его и назвали, поэтому. Соответственно, да, конечно, это инструмент никакой не сэндвич, не распиленный, это цельный, самый настоящий термитный эвкалипт. Я уже давно посылал туда запросы, ну, дайте мне, пожалуйста, еще один едаки, потому что всегда какие-то средства, когда приходят, они нужны на сетап, они нужны на микрофоны, на провода, на вот кучу всего такого, а уже хочется приема новых едаки. И мне послали, но мне послали очень высокочастотный инструмент, наоборот, очень высокочастотный, но я, конечно, решил его брать, цена не кусалась, инструмент казался таким, что постепенно я в него влился и понял, что «У-у-у, это вообще, это очень что-то интересное, это очередной мой учитель, буду дальше учиться у него, он мне еще очень много чего покажет и чего будет от меня требовать. Но только на днях я выкладывал с ним видео, ну, конечно, продублирую обязательно и в этом видосе. Субтитры создавал DimaTorzok ну и конечно немножко аутентичных тоже надо раз уж такой инструмент аутентичных инструментов ну чтобы нормально его озвучить мне надо немножко размяться вот в чем-то если мне надо разминаться на диджики то в аборигенских особенно когда инструмент такой требовательный высокочастотный здесь повышенные требования к технике и надо так минут 15-30 вот побомбить немножко ну и что вот у нас за гигант вот здесь это мой самый последний инструмент который вот я купил недавно буквально даже вот в начале этого года это инструмент николая гончарова одного из моих самых любимых мастеров на данный момент в диджериду крафте это сэндвич диджериду конечно же ведь инструмент мастер он всегда будет сэндвичем потому что сделать диджериду буквально несколько способов существует вот я вам сейчас все их расскажу первое это съесть термитами я уже думал может аквариум какой завести специальные чтобы туда поселять термитов и чтобы они съедали дидж интересно тоже тема была бы вот второй это конечно сэндвич есть еще два способа это сверло как я уже озвучил и последний это выжигание то есть да какие то я видел что кто-то где-то когда-то выжигал изнутри прям палку накалял и постепенно прожигал вот всю эту дубину и получался дидж то есть да такой тоже есть способ и вот прямо сейчас пока я записываю это видео ко мне пришла идея почему бы мне не сделать такой флешмоб или как он там у людей называется вы придумаете название этому инструменту пишите в комментариях заодно может и канал немножко хоть как-то куда-то показываться кому-то станет наконец-то и я выберу комментарий который название имя для этого диджи да который мне больше всего понравится и тому человеку я сделаю какой-нибудь приятную еще скидочку либо там на покупку моего курса либо на приобретение хорошего диджика очередного да я сейчас тоже начал ученикам помогать и выбирать инструменты ну и не только ученикам вот потому что участились случаи каких-то некачественных инструментов когда с внешним выглядит замечательно а играть на нем оказывается невозможно потому что где-нибудь канал сужается либо какая-то трещина где-то либо их там несколько они маленькие их сложно найти ну в общем да вот участили случай поэтому я уже начал помогать проверять сам инструменты и потихонечку даже вот магазинчик у меня тут открылся так вот как видите дергаюсь уже хочется в него задудеть потому что когда дидж в руках ну что еще делать с ним вообще я и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Его, я думаю, вы услышите еще на ближайших треках и альбомах, которые я прям вот собрался записывать. А также это первый инструмент в моей коллекции, который подходит еще и под перкуссионный стиль игры. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...